Доброе утро! У меня какая-то традиция прям в машине пить кофе с пироженками. У меня сегодня вот такой пироженок. Называется Вальс Бастон. Что-то кофе недороговато ли получилось? 100 рублей. Она что-то ошиблась, мне кажется. 60 рублей стоит кофе. Мы едем. Куда мы едем? Мы едем в магазин за горшками. За профгоршками. И транспортировочными, как еще их называют. А все, спачкаемся, поедем домой. Ой, ты специально что ли про это? Говоришь, на. Знаете, я что решила? У меня все-таки много чего посажено в саду цветов. Я хочу. Ленточка от комаров. Не мысль сбиваешь. Герани все. Колю все. Посадим все в профгоршки. Мороз стукнет и все это убьет. Я хочу попробовать выйти на рынок поторговать. Может у меня получится что-нибудь. Зачем пропадать добро? Вкусненько? Не пойму, что там внутри. Нет, вкусненько. По-моему, это клубника. Вкусненько. Хорошего пирожного. Все это хочу собрать сейчас по саду и посмотреть вообще, какой у меня ассортимент и много ли получится горшочек. Горшки я покупаю в обычных садовых магазинах. На птовой базе я не езжу. Я не знаю, где, во-первых, они. Нет, я так знаю, где одна база. Она очень далеко. Но из-за 20-30 штук ехать туда нет смысла. Я купила горшочки вот такие вот. Для колесов, для пиларгонии. Думаю, пойдет. Так, какой здесь у них литраж? Ой, литр 06. В принципе, такие. Большенькие. Здесь 45 штук. Цена одного горшочка 12,50. Это не оптовая цена. Конечно, недороговато. Ну, что делать. И вот такие взяла горшочки. Здесь надо 2,5 литра. Так, вру. Те стоят 9,50, а вот эти вот 12,50. Но слишком большие тоже как бы не хочется. Это, понимаете, сами грунт. Грунт тоже не дешевый. Хоть я его мешаю, но все равно взяла себе перчатки. Такие тоненькие. Смысл от них. Не могу работать в перчатках, но попробую. И пакет перлита взяла. Чтобы порохлее, полегче был грунт. Еще взяла стаканчики. Вот эти маленькие 100-граммовые стаканчики. Вообще, с ними почему-то проблемы. Их никогда нет весной. Пока взяла вот 200 штук. Это укоренять петуни в них очень удобно будет. 45 рублей 100 штук. Потом еще подкуплю. Короче, я еще ничего не продала. Я даже еще не пересадила. Пойду я на рынок или нет, не знаю. Но уже на 865 рублей я, короче, купила. Но это всегда пригодится. Даже если не пойду на рынок, горшки мне под гортензией пригодятся. Стесняюсь почему-то я идти на рынок. Я не знаю, как это, что это. Ну, надо пробовать. Заяхали по пути на мойку. Пока он моет, я вам вот что покажу. Я заехала сейчас с знакомым. Ну, цветочница женщина. Ну, уже в возрасте, наверное, лет... Так. Вот и шумыш. Лет 65. Она мне посоветовала, прям порекомендовала вот такую вот вещь. Что-то здесь воск, что ли, пчелиный, что-то с медом связано. Не помню, как называется. Ну, короче, для чего это? Она говорит, что очень хорошо действует на организм тем, что дает энергии. Они с мужем это пьют. У них тоже большой сад. Они профессионально занимаются цветами. Вот. Она говорит, что очень хорошо способствует тому, чтобы энергия дает силу, охоту работать. Ой, в Тубе я не помню, как это называется. Вот она говорит, что вот этой коробочки хватает на месяц. Делает это частник. Стоит вот это вот 200 рублей. Я уже попробовала на вкус. Ну, такая какая-то кака. Кого? Парочка. Отвлек меня. Короче, попробую. Попробую. Сегодня это надо делать на отощах за 20 минут до еды. Короче, если что понравится, я вам расскажу. Кошелочки едем отправлять. Это вот, Лен, тебе. Ой, на машине чистая прям не могу. Не мужик, а счастье какое-то навалило. А внутри? А внутри я не покажу никому. Я переодеться забыла. Нормально. Как есть, так и пошла. Кто тебя знает, анти и так знает. Кто не знает, все равно не знает. Сейчас отправим посылочки. Какое-то муторное дело. Ну, что делать? Надо. Хороший сердечек. Что нас крышло? Ну, и военная техника. А вон танк маленький или кто это? БТР. Ты, я даже тоже знаю, что это БТР. Смотри, какое небо красивое. Ой, через камеру оно вообще еще красивее. Какое-то утропрешенное. С утра. С утра тут прям бегаю, бегаю. Сейчас, думаю, о все. Дома буду делами заниматься. Найду, что мне там. И лапочки пересадить. И вспомнил. У меня же еще сегодня в больнице на уголочке. Берем же сам. Ну, томатную пасту забыла купить. Гуляш хочу. Как же без томатной пасты. Ну, как-нибудь без томатной пасты. Ребяш из свинины. Я вот думаю, какое-то у меня сомнение. Сейчас я насажаю все в горшочке. Я вас не вижу. И что, переволочишься? И на рынок же я не пойду. Я постесняюсь. Короче, косы. Короче, косы. Мне будет стыдно. А? Ну, порежь мясо. Ну, томатную пасту забыла купить. А она нужна? Ну, да, я хотела с томатной пасты. А помидорчик нет? Ты спать? Давай. И постесняюсь поясни малинок. И сначала начинать надо. Вообще, я думаю, что человек, каждый человек должен заниматься теми делами, которые он не любит и не имеет. Не в планах. Ну, как в планах, пока я только размышляю. Заняться, в принципе, растениями. И торговать растения, не знаю, через рынок, через дом, через интернет. Пока еще не знаю как, но у меня две проблемы. Естественно, за финансовую, чтобы нормально там за сезон заработать надо и нормально вложиться. И еще проблема, я не знаю, где это что покупается. Я переломбатила весь интернет. И оптовые цены, такие же, как я продаю, допустим, крупнолистые гортензии, но нормальные. Не так, не то, что вот это в коробочках. У них цемник 600, 500, 500, 500 рублей. И смысл ее покупать, я куплю за 500, 500, за 900 рублей, за 1000 я ее не продам. Поэтому, где-то все берется, я понятия не имею. Кладу же дальше, как с этими горшками. Я их, в принципе, много купила за сезон. Можно было на оптовку поехать, купить сразу там тысячу штук. Ну, опять, я не знаю куда. И пэтболи там надо, еще что-то. Ну, в этом, в этом плане я еще не подкована. Конечно, изучаю там, у кого-то покупает цветочки, разговариваю. У них свой какой-то мир, вот у девочек, кто цветочками занимается. А то, что я сама сажаю, черенкую, выращиваю, это, естественно, это очень мало. На этом не заработаешь. Я продам, например, одну гортензию, две гортензии, даже пять гортензии. Пойду куплю, кто, куплю горшочки, какой-нибудь новый сорт себе куплю. Притом новые сорта, они очень дорогие. Покупаешь их достаточно так дорого. И приступленку и покупать не хочется, пока ее вырастешь. Уже покупаешь, не то, нормальная, здоровая растенница. А как я забыла о томатной пасте? В сегодняшнем магазине, что-то я не знаю, столько народу было, такие очереди. Не понятные, почему. Хожу по своему участку, смотрю, что можно выкопать. Такие самые симпатичные колесы, к примеру, взять. Камера не передает очень красивый цвет такой. И вот выкопать его в горшочек. Довольно-таки пушистый, хорошенький пустик. Еще проблема в цене, какую поставить цену, чтобы и себя не обидеть, и людей не обидеть. Здесь вот можно целую композицию прям выкопать. Я сейчас их выкопаю, посажу в горшочек. И как раз у меня неделя до следующей субботы, чтобы они прижились. Чтобы я видела, что действительно саженец живой. На рынке что только не продают, вот честное слово. Ромашки можно выкопать. Кортензии у меня есть для того, чтобы видели, что можно веточку срезать, поставить в воду. Ой, не знаю, переживаю. Крупнолистники здесь. Вот эти вот. Можно тоже с собой взять. Короче, попробую. Что получится, то получится. Не получится, приеду домой. Попробую. Сейчас мы красивенькие наберем поменьше, да? Наверное, вот маленькие горшочки. Сейчас посмотрим. Эх, какая красотища! Я сама сейчас куплю у себя. Ну, у него корневая, видишь, небольшая. Вот. Как раз то, что надо. Ну, слушай, тогда я в свою землю и посажу. Ну, конечно, что-то продадим. Вот тоже можно выкопать. Сейчас. Надо было, наверное, погружу. Сейчас помню. Кровь, две недели, кукореницы. Ну, чего? Разве не красота? Самая настоящая красота. Купи. Ну, купи. Кто-нибудь просто купит, чтобы у меня, как ее, как называется, аниматив. Ну, короче, вдохновление было на это. Смотри, какой хороший. Ну, кажется, прям рублей 150-200 можно, да? Я не знаю. Вот, насажала я колиусы. Пока что одну пиларгонию. Посмотрю, как она перенесет. Вот, если хорошо, то остальные тоже выкопаю. Вот этот череночек у меня уже был. В баночке взяла. Череночки с корешочками, может, кому подешевле. И вот так вот по сорту в горшочки посадила. Нет, ну, они реально красивые. Мне очень нравятся. Но у нас в городе как-то их не очень покупают. И мало где я видела, чтобы их продавали. Если продавали, то семенные, именно вегетативных, я не видела. И весной, когда люди приходят, то есть предлагаешь колиусы, им не интересно. Но весной они совсем другие. То есть, когда вот сейчас ко мне люди приходят и видят мои колиусы, то они, естественно, просят. Потому что сейчас они такие шикарные и красивые у них расцветки. Попробую взять вот этих вот малышек. Я сегодня на рынке видела, что продают таких малышек. Вот, попробую взять гортензии. Это у меня одного сорта все. Ну, и, естественно, которые большие тоже возьму. И ряд возьму крупнолистных. То есть, кто понимает, те, естественно, возьмут. С цветочком нету. Вот только есть один набивает цветочек. И то я не знаю, какой будет цветочек. Кстати, вот на эту ромашку обращает очень внимание тоже, кто приходил, мне ее брал. Вот у меня есть. Вот у нее поросли я выкапывала. Она семенами хорошо размножает. Смотрите, у меня красивый такой варегатный листочек. Очень красивая. Вот, попробую. У меня есть посаженные в горшочке. Возьму, а их просто нарежу, чтобы было видно, что это и как оно выглядит. Такая красавица. Очень мне нравится. Есть у меня гортензии на цвету. Тут вот пингвинки, фантом. Вот эти вот возьму. Это уже мои композиции. Ну, все равно себе выращу еще. Они уже более крупные такие. Большенькие. Гвоздичку можно взять. Но композиция большая, слишком неудобно. И вот такой вот у меня есть еще. Пинки-винки. Все три цветочка расцветут. Но можно попозже, наверное, где-то взять его в середине августа, когда он будет на цвету и покажет свою всю красоту. Хризантемы сегодня, смотрю, продают уже вот такие прям большие шарики. Но я не буду выкапывать попозже. У меня их много, но попозже я выкопаю. Сейчас, когда они уже совсем расцветут. Потому что некоторые даже не цветут. Вот увидела здесь колюс еще какой красивый. Хожу такая, собираю, когда идет в субботу и никуда не поеду. Честно, страшно. Как-то я не связывалась еще с рынком. Ну, как рынок, это в деревнях. Не то, что там наш центральный рынок, куда залезть тяжело. А вот именно в деревнях. Смотрю, вот с локсами можно взять. А, еще у меня есть в горшочках розы. Но они тоже уже не цветут. Поэтому, наверное, оставлю их на следующий год. Ее полет. Дальше продолжает полоть. Сейчас покажу гортель. Я одну могу сцвела красиво. Кстати, графиня коза, гортензия, которую я покупала весной, у меня погибали. Вот от нее уже какие череночки хорошие. Большие. Вимис Ред, смотрите, какой красивый. Уже начинает окрашиваться. Сейчас еще покажу одну гортензию. Я ее сорт не знаю, но может кто-то подскажет. Вот она. Я вам уже ее показывала. Она тоже начала окрашиваться. Пока что в розовый цвет. Невысокая такая малявочка. Вечно цветущая бегония. Это я в прошлом году сажала. У меня было их три штуки. Две вот я выбросила. Одну оставила дома сохранить. Она у меня здесь вот сидит в таком маленьком горшочке. Сейчас ее, наверное, пересажу, бедолагу. Ну, хотя чувствует она сегодня ей плохо. Кстати, забываю иной раз ее даже полить. Красивая. Вот сейчас она мне нравится, поэтому пересажу ее, наверное. Хотя бегония мне нужен большой объем. Может, и не пересажу. Сейчас подумаю. Смотрите, тени какие красивые. Муравьи сажал. Муравьи сажал. Ну, вот и все. Пойду мотыжить. Все, википолит. Я про мотыжу сейчас за ним. Так что попробую я, девочки, на рынок свалить. Наверное. Так. Продолжение следует...